провязали далее у нас 16 ряд в этом ряду в начале ряда вяжем одну убавку здесь мы можем провязать убавку за обе стеночки петель протягивая рабочие нити через две петли на крючке у нас три петли провязываем их вместе далее мы вяжем 6 столбиков без накида 1 2 6 в конце этого ряда мы также делаем убавку за обе стеночки петель протягиваем рабочую нить сначала сквозь одну петлю далее подхватываем вторую петлю протягиваем рабочую нить на крючке у нас три петли провязали их вместе воздушная петля разворот вязания в этом ряду у нас должно получиться 8 петель следующий ряд 17 начале этого ряда вяжем одну убавку далее вяжем 4 столбика без накида 1 2 3 4 в конце ряда вяжем одну убавку и итоговое количество петель у нас в этом ряду должно получиться 6 воздушная петля разворот вязания следующий ряд 18 начале ряда 1 убавка далее вяжем 2 столбика без накида в конце ряда 1 убавка итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 4 воздушная петля разворот вязания следующий ряд 19 вяжем 2 убавки подряд и итоговое количество петель в этом ряду должно получиться две воздушная петля разворот вязания и далее повторим полностью вот это вязание провязали в последнем ряду вяжем одну убавку вяжем воздушную петлю и теперь сделаем обвязку столбиками без накида по всему вот этому краю рабочую нить сильно не натягиваем при обвязке края чтобы не стянуть наше вязальное полотно провязали обвязку в конце обвязки делаем соединительную петлю протягиваем рабочую нить и отрезаем оставляем хвостик такой длины которые мы могли зафиксировать бантик вот в таком вот положении можно завязать сначала между собой вот эти хвостики на узелочек и потом можно будет протянуть сквозь лицевую сторону так лишнее отрежем и пока этот бантик отложим сторону и свяжем саму повязку берем плюшевую пряжу в цвет повязки основной крючок и набираем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 далее вяжем в обратную сторону по цепочке начиная со второй петли от крючка вяжем 5 столбиков без накида 2 3 4 5 в конце ряда вяжем воздушную петлю петлю подъема разворачиваем наше вязание и опять вяжем 5 столбиков без накида в конце ряда вяжем воздушную петлю разворачиваем вязание и таким образом вяжем полосочку длиною 30 сантиметров возможно вам понадобится чуть меньше или чуть больше замеряйте по своей игрушке и учитывайте то что повязочка должна быть с легким натяжением потому что при частом снимании и надевание и и полотно повязочки растягивается поэтому это нужно обязательно учитывать итак провязали мы вот такую полосочку нужной нам длины здесь также в конце ряда вяжем воздушную петлю далее сделаем обвязку по вот этому вот краю до вот этих пор и нужно еще учитывать один ряд обвязки которого здесь вот добавится надо про него тоже не забывать то если получится лишний ряд то повязочка будет свободная а нам этого не надо и так делаем обвязку по краю столбиками без накида рабочую нить сильно не натягиваем чтобы полотно вязание не стянулась провязали обвязку далее соединим два конца повязки вместе провяжем их вместе за переднюю стеночку петли на этом конце а на втором конце за заднюю стеночку петли подхватили все стеночки провязываем вместе и так до конца этого ряда на этом конце передняя стеночка на втором конце задняя стеночка петель провязали рабочую нить протягиваю и отрезаем ее оставляя небольшой хвостик далее соединим две части повязки саму повязочку и бантик плюшевой пряжи цвет сумочки у меня это голубой просто прикладываем повязочку и бантик друг другу и вот так вот перематываем слегка стягивая аккуратненько перематываем итак нам осталось связать сумочку берем плюшевую пряжу цвет сумочки основной крючок и набираем 9 воздушных петель 1 2 3 9 в обратную сторону по цепочке начиная со второй петли от крючка вяжем 7 столбиков без накида 27 далее в крайнюю петлю вяжем 3 столбика без накида 1 столбик без накида туда же вяжем второй столбик без накида туда же вяжем третий столбик без накида далее вяжем по вторым сте за вторые стеночки петель которые у нас остались не задействованы вязание вяжем также 7 столбиков без накида 27 за последнюю здесь крайнюю стеночку петли провяжем 3 столбика без накида 1 столбик без накида туда же второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида в этом ряду у нас должно получиться 20 петель новый ряд можно отметить маркера следующий ряд вяжем за задние стеночки петель провяжем 20 столбиков без накида провязали новый ряд отметили следующие 4 ряда вяжем без изменения с 3 по 6 включительно вяжем как обычно за обе стеночки петель в каждом ряду по 20 столбиков без накида провязали маркер можно снять он нам не понадобится вяжем одну воздушную петлю разворачиваем вязание и теперь мы вяжем 10 столбиков без накида 1 2 3 10 столбик без накида делаем воздушную петлю разворачиваем вязание провяжем так еще два ряда без изменения 10 столбиков без накида в каждом ряду в конце каждого ряда вяжем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание далее следующем ряду начале ряда вяжем одну убавку далее вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 далее мы сформируем петлю для пуговицы так замеряем нужной длины петелечку и вяжем еще три столбика без накида 1 2 3 в конце ряда вяжем еще одну убавку рабочую нить протягиваем и отрезаем ее оставляя небольшой хвостик петлю для пуговички протянем на лицевую сторону далее свяжем ремешочек для сумочки берем плюшевую пряжу цвет ремешка так будем с этой стороны с лицевой стороны за вводим крючок в петелечку подходящую фиксируем рабочую нить соединительной петлей и вяжем цепочку из воздушных петель длиною приблизительно 28 сантиметров и так провязала я цепочку из воздушных петель в длину у меня получилось 24 сантиметра далее соединяем второй край ремешка при этом следим чтобы он не скрутился соединяем сумочкой соединительной петлей рабочую нить протягиваем и отрезаем ее оставляя небольшой хвостик все хвостики фиксируем узелочками и прячем во внутрь вязания далее пришиваем пуговичку я ее пришила в четвертом ряду если считать вот от этого края сумочки и считаем вниз 1234 все застегиваем петелечкой и сумочка у нас полностью готова но вот мои волшебницы и волшебники крючка вот такой мы с вами еще одну весеннюю уточку ла-ла фан-фан связали я очень надеюсь что у вас тоже все получилось всем спасибо большое за вязание вместе со мной кто не подписан на мой канал предлагаю подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов всем пока пока